всем привет меня зовут варя тема сегодняшнего урока рельеф земли начнем сразу же с определения что же такое рельеф рельеф это совокупность всех неровностей земной поверхности которые мы с вами на самом деле каждый день видим при этом у нас вот эти вот неровности они могут различаться по своим размерам по своему происхождению и естественно по возрасту как же у нас формируется рельеф какие силы на него влияют принято выделять две категории у нас есть внутренние силы и у нас есть внешние силы которые будут влиять на формирование рельефа начнем с внутренних сил внутренние силы на самом деле те силы которые нашему глазу не видны потому что они будут находиться уже под поверхностью земли то есть это уже внутренняя энергия земли которая у нас будет двигать вот этот процесс рельефа образования что же у нас может возникнуть благодаря вот этой вот энергии но в основном это какие-то крупные формы например те же материки и впадины океанов различные огромные обширные равнины и естественно все горные пояса они все сформированы у нас под действием именно внутренних сил к внешним силам мы же будем относить все что действует у нас на рельеф скажем так сверху и мы с вами можем прекрасно это увидеть например дождь деятельность текучих вод ветер и так далее что же у нас здесь будет формироваться по большому счету внешние силы они можно сказать шлифуют наш рельеф да и создают какие-то небольшие формы ну например вот здесь тут на фотографии да мы прекрасно видим деятельность ветра вы скажете а где же здесь ведь что он сделал на самом деле ветер переносит у нас мелкие частички какой-то пыли и песка и соответственно он можно сказать так обтачивает вот эти вот горы и впоследствии у нас сформировались вот такие вот столпы выветривания например то есть мы можем сказать что все формы рельефа не так или иначе будут у нас формироваться также и под внешними силами в принципе тот рельеф который виден на это можно сказать такая комбинация двух этих сил внутренние силы создают что-то большое масштабное придает им уже какую-то очень такую индивидуальную форму у нас внешней силы и этот процесс он идет постоянно поэтому рельеф в принципе постоянно изменяется возможно это не происходит не так быстро для глаза человека но тем не менее процесс этот идет непрерывно точно также помимо суши да мы сейчас наверное когда говорили думали именно суши у нас также происходит еще и образование рельефа дна океана и здесь мы можем увидеть что в основном у нас главная такая особенность для рельефа океана это некая система срединноокеанических хребтов которые находятся у нас по всей планете вот и они у нас идут именно вот по дну в предыдущих занятиях вы видели карту дна мирового океана и видели там некие рубцы на ней вот это и есть эти срединноокеанические хребты как же у нас будет взаимосвязана геология да и наши крупные формы рельефа тут все достаточно просто мы можем запомнить что в районах где у нас находится платформы скорее всего будут сформированы равнины а если у нас район подразумевает по собой область складчатости то там будут сформированы горы достаточно просто область кочета сюда представьте себе что мой лист бумаги на него даем с двух сторон появляется складка и по сути это та же самая гора а если у нас устойчивая выровненная поверхность то логично что на ней может появиться у нас равнина благодаря тому что рельеф в принципе постоянно изменяется и вот имеет различные формы мы можем получить вот такие вот объекты всемирного наследия как гранд каньон соединенных штатах да или например горы алтай в россии то есть мы видим что здесь тут тоже это все деятельность различных факторов до которые приводят вот такой красоте но еще что нам дает рельеф а это полезные ископаемые думаю наверняка слышали об этом но давайте обратимся к определению что это такое полезные ископаемые это минеральные ресурсы из недор земли на который опять у нас там где-то внизу лежат который человек будет активно использовать свои хозяйственные деятельности ну примеры полезных ископаемых какой-нибудь там уголь нефть природный газ пожалуйста те же самые полезные ископаемые и есть еще понятие горных пород горные породы это уже образование в земной коре которая служена одним или несколькими минералами вот здесь на фотографии вы видите гранит и кусочек железа вот это у нас будут являться горные породы какие у нас бывает по видам горные породы мы тоже здесь можно выделить несколько категорий их 3 осадочные магматические метаморфические начнем с осадочных откуда они берутся по сути это какие-то останки от чего-то до осадок некий то есть они обычно как-то обсыпаются пожалуйста яркий пример это может быть у нас песок гипс торф бел и так далее они будут относиться к осадочным горным породам также у нас есть понятие магматические горные породы сразу из названия можно взять слово магма и понять откуда они происходят да еще их очень часто называют излившимися горными породами например тот же гранит пемза не базальт а есть еще метаморфические горные породы то есть это такие горные породы которые превратились произошел процесс такие метаморфозы произошли то к ним мы будем относить например мрамор гнезд кварцит и так далее если посмотреть на карту месторождение полезных ископаемых можно очень четко заметить связь с рельефом то есть на равнинных территориях где в основании у нас будет платформа будут образовываться одни горные породы и полезные ископаемые если мы будем смотреть уже на горы до в обуви сквачь то есть там они будут другие и в принципе вы можете по этой карте посмотреть на вот эти маленькие маленькие черные точечки дать такие обозначения вот этих полезных ископаемых и видишь то где-то концентрации чуть больше а где-то наоборот чуть меньше это также у нас будет связано с рельефом почему для нас полезные ископаемые настолько ценны ну потому что в принципе мы сейчас всю свою промышленность на них строим да и для нас любая страна которая обладает большим запасом полезных ископаемых да она автоматически можно сказать обладает определенным богатством впоследствии в своей экономике они будут их использовать поэтому сейчас стоит очень острый вопрос именно использование полезных ископаемых так как человек их расходует но немножечко не думая о том что рано или поздно эти полезные ископаемые могут закончиться но соответственно если они закончатся то нам придется искать какие-то новые способы как поддерживать нашу хозяйственную деятельность на этом у меня все спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке